Послание апостола Павла Кривиным Давайте мы сильно вообразим, что мы находимся в римской церкви в первом веке и получили вот это послание. Вместе с нами находится вся православная церковь и мировая и русская. И он говорит о том, прежде всего, благодарю Бога. Надо научиться Бога благодарить. Бога благодарят многие, и мусульмане, и буддисты, и каких только вер нет на земле. Но через Иисуса Христа здесь сразу все остальное отпадает тех, которые не верят в Иисуса Христа. Люди хорошие, у них национальные обычаи, культурное наследие, но все это вне Христа ничего не значит. Мы не будем вникать в разные религии. Зачем время тратить? Одно, верят во Христа или нет, один вопрос только. Кто не со мной, тот против меня. Все ясно. Нет другого имени под небом, через которое надлежало бы спастись. Верующие сына Божьи имеют жизнь вечную. Они верующие? Не имеют. Отвергающие меня отвергают отца. То есть они отца не знают, эти люди. А здесь ходят иудеи, мусульмане, буддисты. По одному миллиарду отпадают сразу. И вот если Вселенская Церковь Христианская окажется сейчас в Риме или Рим, перенесем сюда, главное, чтобы на нас направить. Апостол Павел благодарить не может Бога. А ведь римляне за нас. А как благодарить, когда наша вера-то не возвещается, а только позорится имя Божие. И это я вам сейчас очень легко докажу. Если Павел благодарит Бога через Иисуса Христа, ясно, что сердце его полностью было с тем народом, который там был. Он благодарит Бога, что их вера святая, чистая, спасительная, она пришла к ним через Иисуса Христа. И эта вера возвещается. Как возвещается? Не то, что кто-то пришел в Рим, посмотрел, как в общем у них порядок, и пошли другим рассказывать. Вера возвещается самим верующим. Дела наши кричат больше, чем наши слова. Ведь это не один, не два года, а тысячелетия идут. Вот будут сегодня на эту тему проповедовать. Вы думаете, остановятся? Нет. Вложенных и пивах толкует не останавливается. Он просто объясняет это делом. А применительная к болгарской тогдашней церкви в 11 веке, когда он жил, он этого тоже не делает. Златоуз делает. Он конкретно каждое слово сравнивает, к нам это относится. Он присваивает. И мы не попадаем под эту благодарность. Наша вера не возвещается. А как это понять? Что входит в веру? Принятие Иисуса Христа лично каждым человеком. Это жизнь по заповедям Божьим. Это распространение Слова Божия всеми средствами, какие доступны были в то время. Идти ногами, садиться на корабль, плыть, садиться на осла. А сегодня проще это. Книги, печатать их, журналы, интернет. Все дано человеку, чтобы распространять. Образно сказать, ангел по небу летел с Евангелем и не молчал. Он возвещает людям. А ангел, вестник, апостол, посланник. Без Евангелия ни ангел нельзя назвать. А епископ, ангел нашей церкви, никакой он не ангел тогда, если он не проповедник. Мы считаем апостола Павла послание, а оно в обличении нам. Вот сегодня печатается много журналов. Узнаю кое-что оттуда. Законы государственные наши, они не подходят к другим государствам. В исламском мире, те, которые исповедуют, что Магомед пророк Аллаха, наши законы не подойдут. Они скажут плохие законы. Отроки до 14 лет, они сейчас акселераты, быстро растут, здоровые, тренированные. Они терроризируют целый район. И милиция ничего не может сделать. До 14 лет нельзя сажать. И милиция ничего не могла сделать, как прийти к батюшке. Батюшка, помогите нам, мы не знаем, что с ними делать. А мусульмане знают. Знают, попались, руки отрубили, и все, кончено дело. Во всех странах знают. А здесь не знают. Почему? А потому что распад. Развал личности, развал государства. И хитрые масонские законы на разрушение нравственности. Это специально законы-то принимают. Мы думаем, правитель, президент. Не правитель, не президент, главное, а лоббисты называются. Те, которые в законодательном собрании и чьи-то интересы продвигают. Лобби называются. Вот кто руководит главное там в мире-то. И батюшка что придумал? Он сидит день, думает, два, а христе не говорит. Ему дали список этих преступников. И он придумал, а раз они дерутся, так вот эту драку они грабят. Написано грабят. То есть останавливают, идут женщины с работы, они раздевают, отнимают. И раз за разом их они не берут. И он думает, я эту силу направлю в нужную сторону. То есть не исключить агрессивность, а направить. И он организует боксерский клуб. Теперь они уже профессионально учатся бить, грабить и убивать. И этим руководит уже пастор православный. Теперь все это злодейство дьявольское освещено православной патриаршей церковью. И он ставится сегодня в пример. Это журнал «Славянка» все описывает. Сестры любят меня и приносят разные журналы православные. И журнал благословляется епископом, печатают священники, больше половины редакторов священники. Теперь они делают все уже под присмотром. А про грабежи не пишут. Главное силу куда-то одеть. Теперь соревнования, и они собирают все награды во все окрестницы, со всех городов. А так, дипломированные преступники. Они не знают дальше, что с ними делать, они растут. Давайте Эльбрус штурмовать. Силу туда отдавать. По-прежнему курят, по-прежнему пьют, ну и все остальное. Догадывайте. Там прямо указывается это. Вера наша известна во всем мире. Павел говорит, что вера ваша возвещается во всем мире. Вот они возвещают. Какая вера? Это не свои веры. Бантитизм. На государственном уровне. Если вера возвещается, то вера включает в себя кротость, смирение, покорность старшему, родителям, властям. Конечно, священнику, церкви христовой. Ни одного слова о Христе вообще нету. Слова Библия вообще отсутствует. Его как будто бы не существует. Притом на весь журнал. Трачу время на это. Но подчерпываю, кое-что я делюсь с вами. Вера возвещается тогда Христова, когда по Евангелию. Когда во Христе. А ты бы мог с ними справиться? Я к себе применяю. Не мог. И я из таких не беру. Их надо сначала заключить где-то. Их надо выморить сначала. А потом бы я с ними стал заниматься. Я занимался с малолетними преступниками, которые сидят в Барнауле. Отдельно. И он за того, говорит, бешеный конь не подчиняется. Как его обузывают? А он не дается. Все равно его обучат. Ну а как? Он легается. К нему не подойдешь. Он зверь зверем. Голом он подтягивает кверху и притягивает. Все. Не пить, если ему не дают. Три-четыре дня. И он теперь едва дышит. Теперь его начинает запрягать. Он спокойно стоит. И я видел, как этих обучают. И не по асфальту катаются, а где паханое поле, по паханому полю. И порит его с двух сторон. Бегут рядом, а один сидит посередке порит. И он оттуда весь приходит. Белый конь черный. Он из белого весь умыли. Вот так. Это, говорит, не будьте как конь, как лошадь несмысленной. Челюстью которых нужно обузывать уздой. Лекарство дано. И тогда наша вера будет возвещаться. Мусульманская вера возвещается. Они строго это держат. У нас не возвещаются. Сегодня постыдно остаться девушкой до замужества. И прямо в журнале все это описывается. Почему она, говорит, распущенные волосы удалили. А потому она распутная. Да не в волосах дело-то. Слова похожие, но не отсюда. Распутство все идет от того, что слова Божия нет. Меч выпустили. А без меча, ну какой же ты воин-то? Какую границу ты можешь охранять? Павел говорит, вера ваша возвещается во всем мире. И я Бога благодарю. И мы сидим и опустили голову. Вера наша не возвещается, а позорная. А я думаю, римляне получили, когда посмотрели друг на друга. Ну, как ты думаешь, Анна? Возвещается? Да, я ездила, и в Галатии была. А ты, слава Христу, и Павелу как-то стало известно. Как они радовались. Такое получили послание. И они каждый, как бальзам на сердце получили. Вера-то наша возвещается. И выйдя из собрания, они снова беседовали. Слышала? Вселенский учитель сказал, вера наша возвещается. И не в Коринфе только, не в Иерусалиме, но во всем мире. Вот этот стих я по порядку беру сейчас. Послание к римлянам. И когда мы к концу дойдем, мы увидим, что мы со стыда бы умерли, сидя в этой римской общине. Да ничего же нет этого. И Павел бы не благодарил, а плакал только. Я им говорил, а они молчат. Они совсем не в том направлении идут. Кто совратил вас не покоряться истинным? Вас, перед глазами которых Христос был как бы распятый. Он напишет это другим. Но смысл относится и к нам. Солом 39.11 Я возвещал верность Твою, и спасение Твое не утаивал истины Твоей в собрании великом. Значит, о спасении Христа надо говорить, что Он умер за нас. Его кровь святая пролита за наши грехи. Церковь дала нам руководство. Дала вехи на пути. Вот как зимой вешки наши выставляют, чтобы не заблудиться. Это каноны церковные. Они нужны нам. Порядок. Три воскресения, два не было в церкви. Без вложительной причины отлучаешься, за дверями стоишь. И все остальное. Никаких льгот быть не может. Потому что напротив каждого правила стоят епископы. И ни один, ни два. Конечно, если подтверждается Писанием, это подтверждается. Бегите на ресторище, чтобы получить награду. Давид говорит, возвещал спасение Твое. То есть Он на кресте умер за мой грех. Подчеркиваю. И я искупленная Чиада. Я другим возвещаю. Люди, порадуйтесь со Мною. Он спас меня. Христос говорит, братья мои, Он брат нам. Мы привыкли к Господе Иисусе, а ты можешь сказать, Иисус брат мой. Священное Писание говорит, брат Павел. Какие у нас братья? А какие сестры? Деяние 20 глава 21 стих. Возвещая иудеям и еллинам покаяние перед Богом и веру в Господа Иисуса Христа. Вот что надо возвещать. Вот так вера, которая была насаждена в царствующем граде Риме, распространялась, где бы кто ни был. И рабы проповедовали, и наложницы Нерона, за которым мстил Павлу, так говорят историки, возвещали отпущенники, которые получали свободу. Моряки, прихованные на галерах, христиан там мучили. Всюду и везде возвещалось. Эта назарейская елец, как называли иудеи, охватила весь мир, как пожар какой был. Почему Иоанн Заталус, обращаясь к своей пасте, давал пример. 11 апостолов, ну 12-го избрали, заквасили весь мир. А насколько здесь, даже больше 20, и город по-прежнему неверующий. Признайте, насколько худы мы. А вывод один только надо сделать. Не надо, что я наисповать пойду, и батюшка мне все... Он ничего не отпустит, потому что ему самому надо отпущать, если он не возвещает. Он сам должен себя подставить под это. А получилось бы, батюшка, похвалу от апостола Павла. Вера твоя возвещается, и ты пасту в узде держишь. Ты милующий, добрый, так тебя запомнят. Или ты на самом деле строгий отец. За каждый грех приструниваешь человека. 1 Петра 2.9 Вы род избранный, царственное священство. Люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас. Значит, и мы священниками все, и женщины, и дети являемся. И смысл какой? Запятая слово, чтобы означает цель. Я пошел на берег, чтобы искупаться. Я пошел, чтобы работать на работу. И вы роды избранные, возлюбленные, искупленные, взятые в удел Божий. То есть, уже все в ограде церковное назначение, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас. Встречайся каждому, говори, какой же кастбот хороший, как он любит нас. И сына за нас отдал Христа. Я имею большой опыт и скажу, что мне вот это дал Бог понимать сразу. Представьте, ловят не всех преступников, ловят тех, которые потеряли осторожность. И вот их набирает камер, набивают туда. Три этажа кровати, эти шконки. Дыми на день и ночь. И уже буквально через три дня ни один с восьми до десяти не закурит. И специально ходят, чтобы никто нигде, дымки не было. И считают Евангелие. Чистые Евангелие. Притом я изберу, кто не курит, им даю. Тщательно вымоют руки перед всей камерой. И охранники, открывая дверь, стоят напротив. Мне один, говорит, я шесть ходок уже сделал. Я, говорит, ни разу этого не видал. Чтобы охранники приходили и стояли, что-то слушали. Живое слово Евангелия. Это не мое. Я имею право засвидетельствовать, что слово Божие, оно живое, действенное. И для него нет уз никаких. И люди забывают, что я такой же зэк, такой как каторжник, сижу с ними. Это забывает начальник тюрьмы. Он сидит, вызывает меня в кабинете, часами беседует. Почему? Живое евангельское слово. Испытайте это на себе. Испытайте на работе, в дороге, на трамвае, на остановке. Одной минуты нигде не стойте. Возвещайте и возвещайте. Это Петр говорит так. Послание к Риммам 14.25. Возвещена вера ваша всем народам для покорения их вере. Вот откуда Павел знал. Назначение такое, чтобы люди покорились Слову Божию, покорились Христу и с прицелом для получения Царства Небесного. Возвещайте. Люди это будут знать. При вас они не будут делать то, что они обычно делают. Никакой авторитет, ты будешь в Ризе, в Клобуке. Это ничего не поможет. Живое слово Бога живого. Колоссинам 1.23. Павел говорит, что мы приняли, имеет смысл, если не отпадете от надежды благовествования, которая возвещена всей тварью поднебесной. Значит, надежда благовествования такая, что мы идем на верное. Мы получим Царство Небесное. Мы знаем расклад мировой истории, какие катаклизмы в природе будут. Это все написано в Библии. И вера возвещается для того, чтобы вся тварь поднебесная обратилась к Богу. И это в молитву включить, Господи, а кому я могу сегодня это сказать? Обращение новых душ приближает пришествие Христа. Обращение новых душ облегчит наше вхождение в Царство Небесное. Милостыня, молитва, пост, все направленное для спасения тебя и ближнего. Конечная цель – войти в рай. Вот это имейте. А это невозможно без Духа Святого. У тебя не будет желания. Ты ложишься спать и всегда проси Бога, Господи, как бы нам не проспать. Как бы вовремя навстречу с Тобой пойти. И не так, что каждый день одно и то же, я вычитываю, сегодня все новое. Хотя мы каждый день здороваемся, но все это новое. Я уже на молитве, опять с Господом моим. С молитвы должны выходить очищенные, обновленные, просветленные. Тем более в храме, где совершается Божественная Литургия. Послание к евреям 4.2. Ибо и нам Слово Божие возвещено, как им. Но им, евреям, не принесло пользу Слово нерастворенное в веру услышавших. А человек не верит. С такими встречались очень часто. Надо беседовать. И выход только один. Я видел кающихся преступников. Как в ташкентской тюрьме сидели. Всего три дня было. И уже на вторую ночь вечером подошли ко мне преступники, говорят, а можем мы встанем сзади, молиться будем. Я нашел одно маленькое место. Не больше полквадрата, где можно было стоять. Прямо возле самой петли двери. Иначе бы негде было. Да Бог не запрещает. Мы, говорят, вчера видели, уже семь человек становились. Я еще на молитву никого не звал. Семь человек. И они всю ночь сидели. Мы ночью, говорят, заключили союз. Сегодня утром бросить курить. Они перебрали свою жизнь. Почему? Я каждый вечер читал Евангелие. Не мое, повторяю, Слово Божие. Как можно было России лишиться этого? Посчитайте воспоминания Чехова, когда он по тюрьмам везде проехал и посмотрел. Он, нигде ничего не было из Слова Божия. Только воскресение Толстого Льва, считаем, когда пришел англичанин и приносит Слово Божие. И встречает только одного человека, который говорит о Христе, и сразу его назвали безумным. А русские люди ответили. Он говорит, да вот, Евангелие написано. А ответ получил такой. Сначала ограбили, а теперь Евангелие даете. Почему вы раньше нам Евангелие не дали, когда нас еще не ограбили? Это отвечает заключенная с того времени, это та, святая Русь. То есть Евангелие было для того, чтобы на нем клясться, что, а в нем написано, не клянить в самом Евангелии. Для того, чтобы обманывать народ, грабить его. И революция была не случайное явление. То, что вера Божия не возвещалась, а возвещалась одно. Что богатая страна, великая, непобедимая, везде она вмешивалась. Вот это возвещалось. Да посчитайте историю. Авторы тогда писали. Это рассвет был. Говорят, русский ренессанс. И нигде мы не видим, чтобы герой был выведен такой, который веру Божию возвещает. Который живет для Христа. Вообще нет. Переберите произведения Пушкина, Некраса. Найдите одного хотя бы. Они писали с натуры. Это великие писатели, признанные всем миром. Бичер Стоу, хижины дяди Тома, там нашла негра. Который с закованными руками, в цепях, схлопывает и кричит, как я счастью, самой Христос. И сплошь цитируется Слово Божие. Это, может, самая лучшая книга была, которая известна в то время. А у нас ничего нигде мы не найдем. Почему? Да вера наша не возвещается. А возвещалось одно, что великая, богатая, и теперь, чтобы нас все уважали и боялись. Но не говорят, что пойдем в Россию, и мы узнаем про евангельскую веру. Вряд ли такое услышишь. Первое, Параллипоменон, 16.4. Я хочу чуть-чуть пройтись по тому, за что же Бога благодарить. Павел говорит, я благодарю Бога, что вера ваша возвещается. Вот, надо благодарить Бога. И Господь поставил на службу перед ковчегом особых людей ливийное колено, чтобы благодарили и словословили тебя, Бога Израилева. Священник не может благодарить Бога за возвещание веры. Не в одном храме сегодня. Он сейчас бы поднял руки, как Павел. Но раз Павел благодарил, я вполне допускаю, что он в алтаре мог быть, хотя алтаря такого и не было. Ну, где-то он поднимал руки, а может быть закрыл глаза. Как тогда пыло принято? А может быть, крестное знамение совершил одним перстом. Но благодарить сегодня не может священник. Благодарю тебе, Господи, что паства моя возвещает всю. И эгоисты могут благодарить, если они их на контроле. Адвентисты могут, баптисты в какой-то мере могут, православные не могут. А почему? А потому что они в слове Божьем, а я приду к батюшке, чаще исповедуется, чаще причащается. И в этом журнале, который я говорю, на каждом шагу. Этих преступников, они крещены, крещены, а их исповедовать и причащить надо. Он бандит. Исповедовать можно, а к причастию нужно со всяческой строгостью подходить, не допускать. Это завершающий этап единения с Богом. И ничего выше литургии вообще не существует на земле. И как запросто, любой может приходить, значит, обесценено. Само понятие о литургии. Деяние 27.35. Павел за что благодарил Бога? Возблагодарил Бога, взял хлеба и стал есть, что ему явился Господь и сказал, все, кто на корабле, дарованы тебе. Корабль погибнет. Россия погибнет. А души не погибнут. Почему никому не явился Господь, а какая-то икона державная начинает собирать сказки монашеские? Скажите, кому явился Господь, как Павлу и сказал, корабль, Россия погибнет, но народ обратится к Богу никому. И поэтому сектантство само по себе, оно оправдано. Не для них оправдание, а Слово Божие должно возвещаться. И лучшие доказательства этому Павел говорит, я первый помиловал, чтобы на мне Бог показал. Бог на мне показал милость свою. И я скажу, на мне Бог показал. Я через сектанток услышал Слово Божие. Деяние апостола 28.15. За что Бога благодарить? И Павел увидел, что до площади Апиевы вышли его встречать, возблагодарил Бога и ободрился. Когда человеку трудно, нужно спешить скорее на помощь. Узнавайте, кто заболел, где прийти. Это такое ободрение людям. В воскресенье хоть кого-то посетите. У нас больных в разных больницах хватает людей. Кого-то посетить, навесить. Всю неделю сидим на месте. Кто-то на занятия не ходит. Как ушел, замер и опять на неделю. Вера ваша не возвещается. Вы не имеете этого желания даже говорить. На одну секунду ты появился, и ты должен успеть хотя бы слово сказать, хотя бы рукой махнуть. Крестное знамение сотворить. А уже целый час пробыл. И скажи, за неделю где ты был? Где твоя вера сегодня возвещалась? Сейчас тебе поставь вопрос. В чем она возвещалась? Сидел дома. А почему сидел? Да я на работе был. А кому говорил? Значит, уже выпадаем из этого послания. Уже Павел руки не поднимет за нас сегодня. И может быть стоит сегодня и скорбит о нашей общине. Римлянам 1.21. Но эти люди, познав Бога, не прославили Его и не возблагодарили. Я говорю за то, что Павел говорит, я благодарю Бога. И что? И предал их Бог постыдным страстям. Не возблагодарили, и все. И Бог отвернулся. Да Богу это нужно, чтобы Его славили. Это нам нужно. Богу этого ничего не нужно. Его день и ночь ангелы Херувимы и Серафимы славят. Бог желает в нас вызвать чувство благодарности, нежности, чтобы мы оценили, какие мы избранники Божии. Бог нас выбрал из этого мира. Сейчас вот многие люди стоят утром, они не знают, чем заняться. Римлянам 6.17. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушными тому образу учения, которое я вам проповедовал. И опять на то же, на проповедь и на проповедь везде. Павел благодарил Бога, что видел изменения в них, что прежде образ жизни ваш был греховный. Хочется вам повторить свое. Вы хотели бы, любой из нас, что мы делали, когда были неверующие. Кто-то бы заснял тогда, ну кто-то бы тайно, если так далее. А потом бы сравнение с сегодняшний день, тогдашнее воскресенье, сегодняшнее, тогдашний понедельник. Разница есть. И Павел за это благодарил. За кого ты можешь благодарить, кто через тебя пришел к Богу и изменил прежний греховный образ жизни. И кто за нас будет благодарить, что наш образ жизни действительно изменился. То есть войти в этот стих к римлянам 8.17. Павел говорит, я благодарю Бога. Давайте посмотрим, за что благодарить. Чтобы уста были наполнены не навозным дымом, как златоуст говорит, хулою и осуждением друг друга, а славослоем. И священник-то ходит, кодит-то. От этого дыма-то ничего не прибавится. Он идет, напоминает нам, что жертва вечерняя, Яков и Милам. Это только смысл, напоминание. А сегодня у батюшки не будет, ладно, ну вы думаете, что служба остановится, что ли? Или мир остановится? Это напоминание нам церковь просто дала. И свечи отбежут, стараются, свечи разжигают там. Это все хорошо. А ты глаза отверни, златоуст, говорит, не смотри на это, не о свече речь. А гори сердцем вот так же. Любовью Господа. Всем донеси веру евангельскую. А так в церкви, посмотрите, сколько людей. И в журналах, посмотрите, как тут свечи зажигают, и здесь свечи горят. То есть люди к этому привязаны. А что тогда делать? Потушите все. Они не нужны, тем более не чистые, не из воска. А каждый день надо спрашивать, как ты светил? А кому ты осветил путь к Евангелию? Кому путь ко Христу показал праймер? Кому путь указал православную церковь? Римлянам 14.6. Кто ест, благодарит Господа, и кто не ест, благодарит Господа. Ну, благодарить-то можно, когда все есть в холодильнике, а когда ничего не будет. И тогда благодари Господа. Постишься, не постишься, благодари Бога. Вот за что благодарит Господь людям Господа. Первое Коринфянам 1.4. Посмотрим. Благодарю Бога за вас ради благодеяния, благовестия. Даронова вам. Благодарить надо, где проповедь распространяется. Где она возвещается. А вы радуетесь, меня спрашивают, тому, что баптисты пропадают. Радуюсь очень даже. Я проповеди песни, где они прямо говорят о том, что Христос умер за наши грехи. А дальше с таким человеком уже можно говорить. Первое Коринфянам 1.14. Благодарю Бога моего, что никого из вас не крестил. Вот за что надо еще благодарить. Что меньше крестил. А сегодня наоборот только. Кого крестил? А сколько ты человек крестил? Меня спрашивают, а сколько человек через вас обратилось к Богу? Да Бог его знает. Кто еще дойдет? Бог подсчет произведет-то. По осени считается. Второе Коринфянам 2.14. Благодарю, что благоухание познанием о Христе распространяется нами. Это благоухание. Вот оно. Вы идете как будто по улице с кадильницей, и запах, аромат идет приятный. Как сейчас девочку маленькую спрашивают, а что вам в президенте нравится? Ну, ребенок маленький. Они говорят, у него красивые ботинки, и хорошо от него пахнет. Рядом была. Вот надо, чтобы и о нас так сказали, что ноги наши, благовествующий мир, прекрасны, и от нас благоухание распространяется Христово. Я даже из этой газеты взял для себя, думаю, вот это и надо нам, чтобы мы были президентами, чтобы разбили все свои грехи, и другим показали познание о Господе. Второе Коринфянам 9.12. Дело служения сего производит обильную благодарность. А какое? Карман наш, кошелек. Когда мы много жертв, вот мы не ходим с тарелкой, а с тарелкой везде, повторяю, ходят. Вон туда кладите. И это производит обильное благодарение, когда люди обильно жертвуют. Апостол Павел говорит, кому? Ну, тем более, мы знаем, что у нас никуда ничего не идет, а к больным, к нуждающимся, к роженицам. Слово сказать, роженицам. Готовящаяся родить у нас сестра просила помолиться за нее. На занятиях мы уже говорили. Может, даже на этой неделе она разрешится. Филиппийцам 4.6. Не заботитесь ни о чем, но в молитве с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Молитву сказал, Господи, я благодарю Тебя, что позволило мне высказать слова. Открываешь желание, еще ничего не получилось, благодарением открывает. Благодарю Тебя за это место, где могли собраться. Доброе известие к нам поступило, что нас не трогают здесь. Благодарим Тебя, Господи. Что пастырь живой приехал. Благодарим Тебя, что у нас все еще тишина и натоплено. Слава Тебе, сколько шахтеров погибло. Я нахожусь здесь, а мы свободно так уголь ждем. Благодарю Тебя, Господи. Вас дай милостями всем, кто заботился, кто эти двери делал. Да все, посмотри вокруг, кто писал эти насписи из Священного Писания. Благословенно эти руки, которые изображения Христова дали нам. На молитве с благодарением. Наполни благодарностью сердца. Читаешь книгу, кто писал, кто корректировал, кто что делал, кто помогал. Они все вошли в это. В благодарение. Первое Писание Киесам 2.13. Благодарение Богу, что приняло от нас слышанное Слово Божие, вы приняли его как от Бога, который по действительности является Божьим. Значит, Слово Божие мы приняли не просто на бумаге напечатанный синодальный перевод, но от Бога перевод. И не просто приняли из Византии, а от Бога приняли. И Павел говорит, я за это благодарю, что вы Библию считаете не как обыкновенную газету или журнал, но как от Бога. Поэтому я вам возвещаю сегодня не Павлово послание, а послание от Бога и Еговы, которые радуются, когда вера наша возвещается, когда из-за веры нашей не стыдно ни апостолу, ни священию, что дети мои, как Иоанн говорит, ходят в истине. Аминь. Аминь.